Храмовый праздник отметил 21 ноября Свято-Михайловский кафедральный собор в Лидии. В этот день Православная Церковь празднует собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Возведение Свято-Михайловского кафедрального собора в нашем городе началось в XVIII веке. Освящен в честь Архистратига Михаила он был в 1863 году. За свою историю этот храм переживал разные периоды. В советское время он даже на время закрывался. Однако с 1996 года здесь ежедневно проводятся службы. Архистратиг Михаил считается заступником воинов, поэтому каждый год в престольный праздник в Свято-Михайловский кафедральный собор на службу приходят представители других силовых структур. В этом году торжественную литургию возглавлял епископ Лицкий Сморгонский Порфирий. По ее окончанию был совершен крестный ход. Мы должны не забывать, что у нас есть друзья. Не только видимые, но те друзья, которые нас постоянно наставляют в жизни, постоянно спасают от каких-то происшествий, бед. Есть очень много примеров, когда казалось бы, ну вот авария неизбежна, да, и ангел-хранитель приостанавливает, спасает человека от каких-то трагедий, от каких-то происшествий. И мы должны понимать, что вот эти силы небесные, они постоянно действуют в мире. И если человек не знает этого, он может сказать, что это случайность, или это вот так совпало, или вот это судьба. На самом деле ничего случайного нет. Недаром говорят, что случайность это псевдоним Бога на самом деле. Вот поэтому все происходит по промыслу Божьему. И вот если мы уже здесь, в этой жизни подружимся с этими бесплотными силами, да, тогда, знаете, мы, ну никто не будет отрицать, что нам рано или поздно придется, как отцы называют, покидать эту гостиницу, да. Никто не будет со мной спорить. И вот там, а вот там царство этих небесных сил бесплотных, вот там мы их встретим. И если мы будем здесь сродны с ними, соответственно, нам легко с ними будет тоже общаться, да. Ну а если мы здесь как-то будем своими делами, своей жизнью, их отвергать, тогда мы там, и они скажут, ну, ребята, мы вас не знаем, понимаете. Вот в чем смысл, что здесь надо нам как-то установить с ними связь, их почитать, их любить, их уважать, и понимать, что даже если человек круглый сирота, сирота он у Бога никогда не будет, потому что у нас родители небесные. Вот христианство именно дает такой вот, знаете, человеку правильную установку на жизнь, на смысл жизни, что он здесь только приготовится к жизни вечно, а там будет встреча. Встреча с любовью, встреча с небесным гостем, встреча с Господом Иисусом Христом и всеми святыми.